рейтинг самых матерящихся городов россии где же обитает отборная матерщина рост солода приведет к подорожанию пиво 2022 году производители предупредили о росте цен в амстердаме запустили первое в мире беспилотное водное такси владимир путин определил нашего главного врага цитирую наш главный враг низкие доходы миллионов граждан свежать выпуск 39 нанеслась рейтинг самых матерящихся российских населенных пунктов третий год подряд возглавляет город дно псковской области приводя данные агентства интерьер эксперты провели анализ матерных слов используемых жителями в социальных сетях и блогах и пришли к выводу что в сравнении с прошлым годом количество брони снизилась на заметьте на 8,9 процента 2020 году коэффициент упоминания мата в дне составил одна тысяча семьсот восемьдесят шесть целых пять сотых процента на втором месте тогда оказался краснодар сто тридцать одна восемь семь сотых процента на третьем москва сто одиннадцать целых тридцать семь сотых процента по предположению экспертов интериума мегаполисы вошли в первую десятку бранного рейтинга из-за того что на их жителей пандемии коронавируса и связанный с кризис сказались сильнее всего прошлый раз по итогам 2019 года город дно также возглавил топ-10 но показатели тогда были ниже следом шел краснодар такое себе исследование конечно по нему можно сделать вывод что города миллионники матерятся только из-за пандемии а регионы и предложение то без мата произнести не могут нет но это какой-то в 2022 году цены на пиво в россии могут вырасти вслед за удорожанием пивоварного солода чтобы избежать этого союз российских пивоваров с р.п. предлагает ввести квоты на вывоз ячменя и солода из страны а также повысить экспортные пошлины об этом представитель совета союза даниил бриман сообщил в письме к премьер-министру михаилу мишустину с января этого года закупочные цены пивоварного солода уже выросли на 30 а где-то и 50 процентов что неминуемо отразится на стоимости самого пива сообщает рио новости со ссылкой на письма бримана сборить меня в этом году ниже обычного сократилась и площадь сева в то время как экспорт идет высокими темпами на фоне не урожая в европе и пожаров турция это создает угрозу дефицита на внутреннем рынке приводит к скачкообразному росту цен заключает бриман вот где точно стабильность ценами и никаких рисков так это в магазинах сети ароматный мир консультанты ароматного мира настоящий профессионал из своего дела они расскажут какое игристое вино называется шампанским чем чилийское шардоне отличается от французского как правильно пить абсент чтобы избежать встречи с кем зеленые феи правильно а также помогут подобрать лучший алкоголь к ужину или сигаре есть удобное мобильное приложение но это еще не все каталоги ароматный мир эксперт который кстати можно взять бумажном варианте в любом магазине ароматный мир совершенно бесплатно собраны лучшие рецепторы гастрономической кухни который по плечу приготовить любому обывателю даже мне и я сейчас это докажу а я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА What am I supposed to do? I can't think. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приготовили за 10 минут. Вот так, как написано в журнале. Ароматный мир. Очень крутой журнал. Здесь можно найти крутые рецепты, быстрые, действительно интересные, которые сможет приготовить каждый обыватель, такой, как я. И вы, собственно, на этом видео убедились. Короче, этот рецепт называется Салат коктейль из морепродуктов. Смотрите. Находим его в журнале. Находим QR-код. Открываем камеру. Вот так вот открываем камеру. Открываем камеру. Открываем камеру. Наводим. Появляется вот такое вот пуш-уведомление. Нажимаем на него. Нас перебрасывает, собственно, в контакт, где рецепты находим. Пожалуйста, здесь ингредиенты. Нажимаем на комментарии. И вот у нас, собственно, как приготовить сам рецепт. Ну что я могу сказать? Ребятки, вы просто красавчики. Ароматный мир. Кстати, у них уже есть новый журнал за ноябрь. Вы можете взять в любом магазине Ароматный мир совершенно бесплатно. Соответственно, кому не нравится онлайн, можно в оффлайне приобрести, смотреть, готовить. Ссылочка на инстаграм будет в описании под этим видео. Готовь вместе с Ароматным миром. Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института представила на каналах Амстердама самоходное водное такси, работающее на искусственном интеллекте. Одно такое такси может перевозить до пяти, задумайтесь, пяти пассажиров. Как отмечается, каналы Амстердама являются одним из самых популярных туристических направлений в мире. Дизайн города делает его наиболее подходящим местом для использования водного такси для более быстрого передвижения, чем, например, по суше. Ориентироваться в сети каналов помогут многочисленные датчики и камеры. Лодка уже прошла успешные тесты. Добавлю ложку матерного дегтя. Твою мать, Яндекс, где ваш хваленый беспилотный такси, над которым вы так долго уже работаете, чуть ли не со времен японской войны? Пока мы в видном, наблюдаем только космические маршрутки. И то они пока еще снабжены пилотами. Понравился выпуск? Ставь лайк, трескай в колокол, подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски Свежака. И до новых встреч! Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института. Массачусетского... Блядь. Массач... И они разбиваются. Малый, как турец. Они говорят, и они просто скромные. Они так говорят, «фемаэль рейджен», и «нахой». «нахой»? 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 Я думаю, что это означает «заный пиан». Я думаю, что это означает «заный пиан».